Всем привет! С вами снова Ольга. Многим моим подписчикам уже известно, что скоро мы с девчонками летим в Россию, в гости к бабушке. Ровно через месяц. Ангелина в России еще ни разу не была, София была, но очень давно и мало чего помнит. Зато мы с моей мамой очень хорошо помним, как трудно было накормить корейского ребенка русской едой. Нам даже пришлось лежать в больнице неделю совкой, так как у нее были проблемы с пищеварением от жирной пищи. Все оставшееся время она просидела у нас на пустых макаронах. В этот раз я решила перестраховаться и заранее отправить посылку с привычными моим детям продуктами. За месяц как раз дойдет, надеюсь. Мы с Изюмчиком пришли в больницу. Тут же при магазине что-то на глазике вылезло у ней. Красное что-то. У Суфки такое часто бывает, у Ангелинки первый раз такое вылезло. Вот так нам сказали, что случаи слегка запущены и выписали антибиотик и пить и мазать. Намазали вот сейчас на глаз. Да, пить там на глаз. Мазь с антибиотиком. И выписали, ну какой-то легкий, но тем не менее антибиотик. Иначе он у ней растет, этот чирик или как он называется на глазах. Антибиотик выписали вот в таком виде, как сироп. И к нему тут же пробиотик выписывают. То есть я должна сейчас вот этот вот пробиотик сюда высыпать. И смешать все это и за раз выпить. К слову, эта гремучая смесь получается очень вкусная. И дети пьют ее с удовольствием. На, давай ваншафт. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Это же что-то сладкое туда добавляют. А антибиотик сам по себе же на горьке должен быть, да? Я не соображаю в этом особо. А здесь он вкусный. Вкусно. Вкусно? Вкусно. Люблю корейские магазины за их необъятный спектр услуг. В таком магазине можно просто полноценно жить, не выходя на улицу. Помимо всех прочих присущих торговым центрам услуг, здесь есть больницы и какие-то образовательные учреждения для детей и для их родителей. Просто космос какой-то. Кстати, зубы мы тоже здесь лечили. Больницы здесь это филиалы госпиталя Samsung, одного из самых лучших госпиталей Кореи. Так что профессионализм врачей сомнений не вызывает. Вот тут есть такая у нас площадка. Сейчас туда сдадим Ангелину. Все, убежала. Так рванула, что девушка... Вон она уже, пузыри пускает. Что девушка не успела ей даже наклейку приклеить на спину. Она так драпанула туда. Хлебом не корми, дай его так вот в игровой поиграться. Итого, первый заход мне обошелся в 150 долларов. Вот такой вот список продуктов. Это, конечно, только первый заход. Я думаю, что будет их несколько. Потому что за раз невозможно все предусмотреть. Когда начну уже упаковывать посылку, будет видно, чего не хватает. Так, Ангелина пока играет. Я пойду все это загружу в машину сначала. Вот так вот круто, что у нас на стоянке, на автомобильной стоянке в нашем доме есть вот такие тележки. На такие случаи, как у нас в этот раз. Когда вот такая коробка, которую... Ну, просто с места поднять невозможно. Не то, чтобы донести. И все. И так на тележке вы ее довозите прямо до дома. Ну, что ж, друзья мои, товарищи. Вот такая вот коробка у нас получилась. Я не знаю, здесь, наверное, килограмм 20 или 25. Но это еще не все, как я уже говорила. Это только начало. Но я покажу. Сниму. Вот сейчас покажу вам, что именно мы повезем с собой в Россию. Без чего корейские дети никак не обойдутся. В общем, это ким. Это такие сухие водоросли корейские. Все, наверное, вы уже знаете это. Конечно же, мы берем рамен с собой. И ни одну упаковку, больше. Если в Москве и в Санкт-Петербурге можно купить настоящий корейский рамен, не адаптированный под россиян, то в Воронеже, конечно же, нет. Вот. Вот такие вот берем печеньки. Коре Пап. Это их очень любит Ангелина. Они такие солененькие больше. Не сладкие. С таким очень насыщенным вкусом. В общем, она без них никуда. Не знаю, как она отнесется к российским каким-то чипсам. И будем ли мы ей там их покупать. Не знаю. На всякий случай. В общем, взяла. Взяла я вот такой вот индийский карри. Дети его не сказать, чтобы очень любят. Но это привычная для них еда. И она очень легко готовится. Вот это вот уже готово. Его просто нужно разогреть в микроволновке. Этот соус карри. И с рисом он пойдет на ура. Удобно, быстро и привычно. Также взяла вот такие вот присыпки. Они смешиваются с рисом. Туда входят всякие там анчоусы, овощи, водоросли. По типу японскому. Тоже вот в Японии такое едят. Дети это вполне хорошо едят. И это очень удобно. Брать с собой куда-то. Так как мы будем постоянно на дачу уезжать. Детей там кормить проблематично, я так думаю, будет. А вот такая вот еда очень-очень удобная. Также я взяла воль нам сам. Это такие рисовые пластинки. Рисовые такие лепешки, в которые заворачиваются всякие овощи. Это вьетнамская кухня. Вьетнамская кухня. И дети это очень любят. Особенно София это очень любит. Если есть такие пластинки и соус. Там где-то я еще взяла соус лежит. Сейчас не знаю, где его искать. То в них можно завернуть все, что угодно. Можно завернуть просто мясо с овощами, с каким-то яичком туда. И будет очень-очень вкусно, очень быстро, очень полезно. И дети будут счастливы. Также я взяла кое-какие пончаны. Пончаны в основном, конечно, хранятся должны все в холодильнике. Но я взяла те, которым не нужен холодильник, так как посылка будет идти достаточно долго, я думаю. Это вот такие перепелиные яйца в соевом соусе. И с говядиной, с перцем там. В общем, такой пончан любит ангелинка. Так, это еще одна упаковка. Это я взяла соус для туньджан чиге. Это такой суп. Это как корейский борщ. Столько же, сколько едят в России борщ, в Корее едят вот этот вот туньджан. Без него практически ни одна корейская трапеза не обходится. Неважно, что вы едите, этот супчик должен идти обязательно. Это суп из ферментированных бобов. В общем, здесь идет такой соус. Сейчас у мамы на даче полно овощей, поэтому мы туда покрошим кабачок, лучок, все, что надо. Единственное, тофу, я думаю, что в Воронеже с тофу могут быть проблемы. Но это не знаю, я посмотрим в магазине, там продается или нет, потому что тофу сюда идет обязательно. Вот такой соус. Также взяла обязательно перец красный, он совсем не такой, как в России. Здесь у меня две бутылки кунжутного масла. Одну я, наверное, оставлю дома, две нам не нужны, а так как оно тяжелое, бутылки, по-моему, стеклянные, не знаю точно. И вполне возможно, что я возьму только одну бутылку. Так, здесь у нас острая рыбная консерва. Это мы взяли не для себя, это мама очень их обожает и любит, это я для мамы взяла. Соус, конечно же, кочуджан, без него никуда, мы и без него ничего не сможем приготовить. А с этим соусом корейцы могут съесть все, что угодно. Также Ангелинке набрала всяких чуков. Чук это каша, как вы знаете, каша на мясном бульоне. Это такая каша, которая просто разогревается в микроволновке. Такой вариант тоже есть. И это очень удобно куда-то брать с собой, на ту же дачу и просто на завтрак есть. В общем, каши я этой набрала. На курином бульоне, на всяком разном. Также взяла лапшу рисовую, зная, что она есть во всех русских магазинах. Взяла просто на всякий пожарный. Ну, чтобы уж было, чтобы не бежать, не куда-то искать, не покупать. Это вот лапша рисовая. И вот это вот тот соус. Вот к этим вот лепешкам. Вьетнамский соус специально для вот этого вот блюда. Без соуса блюдо не состоится никак, ни в коем случае. Так, это опять панчан, который любит Ангелина. В таких вот баночках упакованные. Это такие черные орешки. Каман кунг. Это опять соус таккальби для блюда таккальби. Это такое острое блюдо из курицы и овощей. Безумно вкусное. У меня и мама это любит, и Софья любит. Ангелина острая, конечно, не ест, но мы себя побаловать будем. Будем себя баловать. Это опять чук. Чук здесь вот на курином есть. Бульоне с курицей. Это вот с говядиной. Дальше у меня есть еще с морским ухом. И тоже с морским ухом. Ангелина любит с морским ухом. И с тунцом. О, а зачем я с тунцом взяла? Никто не ест. Это я ошиблась, наверное, не то хапнула. Ну ладно, кто-нибудь да съест. Так, это я взяла горячий шоколад. Это такое какао растворимое. Любит мама, и я взяла это для нее, так как мы это, конечно, не пьем. Так, также я взяла чапагетти. Это тоже как типа доширак, как лапша заварная. Но в китайском стиле, в этом черном соусе, корейцы его очень обожают. И оно не острое, и Ангелина сможет это есть. В отличие от вот этого острова, это для Софии. Вот этот вот, и вот этот вот, это два для Софии я взяла. Ну и для себя, и для мамы, и вообще кому-то там просто дать попробовать родственников. У нас там очень много родственников, и кто-нибудь захочет попробовать. Так, тут у нас идет суп. Это суп Юкиджан называется. Ой, у меня спина запалила стоять. С нос, это с согнутой спиной. Этот суп называется Юкиджан. Это такой острый суп, очень вкусный. И вот такая вот идет у него упаковка, которую не нужно хранить в холодильнике. Это, конечно, не самый полезный и не самый вкусный вариант. Но знаете, когда приспичит на чужбине остренького своего супца, съешь все, что угодно. Конечно, здесь мы такое не берем, не покупаем, не едим никогда. Так, это вот тоже опять тот же карри. Это вот уже чук, тоже каша, но такая рассыпчатая, которую нужно варить. Это уже дома можно сварить. Также я для себя взяла улитки. Кроме меня особо никто. Ну, Софья обожает их, конечно. Улитки сделаем, так как есть соус кочуджан. Туда нужен соус кочуджан. Нужен уксус, но уксус у мамы наверняка есть. Я думаю, русский уксус без проблем подойдет. И перец красный нужен. И овощи. Я надеюсь... Ну, в смысле, там нету, да-да-да, там нету самого главного. В России не продают листья кунжута. Ну, ладно, как-нибудь поедим уж. Так уж и быть уж. Так, это вот для лапши вьетнамской. Идет уже готовый бульон, который нужно только вот так развести в воде. Для рисовой вьетнамской лапши. Это блюдо очень любит Софья. И она месяц не проживет без этого блюда у меня. Так, это вот соус для бульгоги. Все, наверное, уже знают, кто интересуется Кореей. Все знают, что такое бульгоги. Это такое мясо в сладковатом соусе маринованное. И вот это вот такой соус. Я, конечно, не уверена, что в России есть такое мясо. Такое вот тонкое, специально как рваное такое. И оно очень должно быть свежее. Только-только что с убитой коровой. Я не знаю, как там с мясом обстоит. Хотя Воронеж славится своим мясом. Но мама говорит, там уже давно ничего хорошего мяса не продают. Ну, надеюсь, найдем хорошее мясо и приготовим вот в этом вот соусе. Будет вкусно. Также я ангелинке взяла вот эти сырные сосиски. Сырные. Она их очень любит. И на перекус очень даже хорошо. Это вот такой тоже карри. Только если вот этот вот просто в микроволновке разогревается. Тут уже все, он готовый с овощами, с мясом. То это просто порошок такой. Нужно самим готовить все вот это вот мясо, овощи нарезать. И потом только вот этот порошок туда добавить, развести. И получится блюдо. То есть это более здоровый вариант, более полезный вариант. Но он требует готовки. Если у нас время будет дома, мы там приготовим. А это тоже очень вкусно, менее полезно, но зато очень удобно. Так, это еще один соус бульгоги у нас. Это еще один панчан с яйцами. Это вот еще для Ангелины панчан с этими санчоусами. Она его любит. И, конечно, панчаны, которые вот так вот продаются в такой упаковке жестяной, да, в которой можно без холодильника ее хранить. Не очень много таких панчанов. Поэтому вот все, что есть. Как-то будем перебиваться. Я не знаю, я смутно себе представляю, как мы будем перебиваться. Так, это опять же такой супец. Тоже видите, в такой упаковке, которая не нужен. Холодильник. Это суп. Сулонтан. Из говядины. Говяжий бульон. Но он очень вкусный, ароматный, запашистый. Такой сам не сваришь. Его там как-то по специальной технологии наваривают. Там много-много-много часов с какими-то добавками. Я не знаю, что он получается сногсшибательно вкусный. Дети его едят с удовольствием, с рисом, с панчанами. Просто так отварить им говядину и этим бульоном накормить их в России не удастся 100%. Это я знаю. И еще один такой суп. Это тоже соус очередной. Уже не острое блюдо. Андон чем так называется. Такой сладковато-соевый соус для курицы. Курица, овощи. Здесь вот видите, даже картинки есть. Идет курица, картошка, лук-порей, перец. В общем, все это можно в России найти. Все эти овощи. Это опять вот эта присыпка к рису. Это соус твенджан. Тоже без него никуда не обойтись никак. Так. Еще тут у нас панчан какой-то. А, это опять анчоусы. Еще одна упаковка. И вот такую пачку риса взяла. Я думаю, если будет еще место в коробке у меня, в посылке, то я риса еще возьму. Упаковку здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять. Десять штук. Ну, десять штук это, конечно, очень мало. И я больше чем уверена, что дети не смогут есть русский рис. В Софте, по крайней мере, в прошлый раз не смогла. Она просто ела голые макароны. Каждый божий день она ела одни макароны. Потому что рис в России она не смогла есть. Он совсем не такой на вкус. В общем, как-то так. Вот как-то так пока. Потом еще буду что-то докладывать. Но снимать уже не буду. Уже когда в Россию приедем. И там будем что-то готовить, что-то есть. Я буду снимать постоянно влоги. И все вы это увидите. И я думаю, это будет очень интересный репортаж из России у нас. Все. Всех люблю. Всем пока. Пока.